Ну что, мне захотелось подвести общий итог истории с адвент календарем от VIVINA и компанией E-Testing. E-Testing компания, которая специализируется на подготовке таких маленьких бутылочек, сэмплов для дегустации, в том числе для подготовки к экзаменам WST. В итоге, что мне хотелось бы отметить из важного. VIVINA сегодня объективная компания, которая не имеет конкурентов. 57 миллионов пользователей сейчас. Действительно это мощный инструмент, это огромная бигдата, колоссальную информацию и много статистики непосредственно про адвент календарь. Из 24 бутылочек, которые были в адвент календаре, 8 вин было белых, 14 вин было красных, 2 вина были розовые. 6 вин из Испании, 8 из Италии, 5 вин из Франции, 3 вина из условно Нового Света, по одному вину из Португалии и Германии. И всех вин в районе находится между 3, 9 и 4, 4 максимальный. В целом почти все вины больше 4, что достаточно хороший показатель. Многие профессионалы, сомелье, кависты и так далее, рекомендуют никогда не пользоваться приложением VIVINA. Однако я с ними не согласен. Да, совет специалиста, если он правильно понял интересы конкретного покупателя или клиента ресторана, сомелье может подобрать то, что он действительно хочет. С другими оценками объективно я не был согласен, которые были для представленных всех экземпляров инструментом, как любым приложением. И вину тоже надо уметь пользоваться. Доверять не вслепую рейтингу, но корреляция с оценками и критиками достаточно близко. Если у вина высокий балл по уважаемым рейтингам Роберта Паркера, Джейсон Робинсон, то процесс их оценки будет достаточно близко. При этом ни одна из этих компаний никогда не имела возможности физически элементарно попробовать все количество вин, которое представлено на планете Земля. Ави Вина, благодаря большому количеству рейтингов разных потребителей, все равно выдает оценку, которая максимально приблизится к оценке профессионалов. Но надо делать корректировки. А именно надо делать корректировки на то, что такие вина, как слегка с остаточным сахаром, интенсивные в аромате, они будут всегда получать больше баллов у простых пользователей, чем сложные вина, как из сорта Пину Нуар или сорта Небиола, которые в юном возрасте и часто и в возрастном возрасте не представляют большого интереса для нетренированного любителя вин, который встал на эту тропу совсем недавно. Это надо учитывать тоже. Почему и говорю, что не обязательно вслепую следовать оценке, если вы видите низкую оценку или высокую оценку, то лучше все-таки посмотреть, кто-то из друзей или тем вкусом, которому вы доверяете людей, пробовали это вино, и прислушаться и прочитать их отзыв. Слаждайтесь хорошими винами. Кстати, я в бокал налил себе вино. Это не 20 мл, немного побольше. Это прекрасный рислинг. Рислинг Шпатлезе из Мозеля. Мозель угадывается достаточно хорошо в целом, чаще всего, и на экзаменах в частности. Но что любопытно, хотелось бы отметить, именно этого вина я, Вивина, не нашел. Петерсхоф. Вино называется Кретнах Эйхау Риусберг. Возможно, прочитал неправильно. Знающие немецкие могут меня поправить. Рислинг Шпатлезе. Нам, потребителю, говорят о том, что Рислинг – сорт винограда, великий белый сорт винограда. Шпатлезе – это уровень остаточного сахара, который благодаря высоченной кислотности в этом вине вино получается сбалансированным. Алкоголь 7,5, который тоже нам говорит о том, что вино не выброжено полностью до сухого состояния. Кстати, одна из причин, почему немецкие вины до сих пор не очень хорошо продаются – своих вот этих сложных названий, которые я попытался вам произнести. А так, Рислинг прекрасный. Может и хорошо, пусть остается Рислинг не массового потребителя, скажем так. Чирс! Рислинг! Блядь! Я уйлю! Нет, я испар Lunch! Продолжение следует...